Сегодня мы посмотрим, как применять факторный анализ. Мы имеем 6 переменных, посвященных разным мотивам, которыми руководствуются родители, когда водят детей в развлекательные центры. Мы предполагаем, что эти мотивы можно сгруппировать. То есть, мы предполагаем, что за 6 наблюдаемыми переменными стоят меньшее число латентных переменных. Попробуем их найти. В нашем распоряжении 230 респондентов, чьи ответы не содержат пропусков. Каждый ответ – это значение ранговой шкалы от 1 до 6. 1 означает, что для респондента данный мотив очень важен. 6 означает, что им респондент руководствуется в последнюю очередь. Методов факторизации существует множество. Однако, большинству аналитиков известно очень небольшое их число. И среди них самым популярным является факторный анализ. Факторный анализ популярный, но не самый эффективный метод. Прежде всего потому, что он имеет целый ряд ограничений. Посмотрим на ограничения или требования метода. Первое требование к типу шкалы. Наши признаки должны быть не ниже интервального типа. В принципе, факторный анализ работает и с шкалами псевдоинтервального типа, то есть ранговыми с большим количеством рангов и с дихотомическими. Но такое применение факторного анализа теоретических обоснований не имеет. И, в принципе, мы не застрахованы от того, чтобы результаты, которые мы получаем, являлись ненадежными. Второе ограничение форма связи между наблюдаемыми признаками прямолинейное. Почему? Потому что факторный анализ опирается на коэффициент корреляции Пирсона. Этот коэффициент предполагает как раз парность связи и линейность связи. То есть, если между нашими шестью признаками имеется не ряд парных связей, а, например, ряд трехмерных связей, то факторный анализ не сможет отследить такой вариант. Или, если связь непрямолинейная, то факторный анализ покажет нам отсутствие связи и, соответственно, отсутствие возможности искать латентную переменную. Факторный анализ для лучшей интерпретации требует вращения. Вращение мы рассмотрим сегодня. Все формы вращения представлены в факторном анализе. Субтитры создавал DimaTorzok